Привет всем! У меня на канале Ресторан Хрущевки. Сегодня я покажу вам, как быстро приготовить поистине уникальный салат. Совсем скоро на ваших грядках уже вырастут основные ингредиенты для этого салата, и поэтому салат можно назвать практически бесплатным. В этом его первая особенность. Вторая особенность в том, что я пересмотрел, перерыл вообще интернет, YouTube, просто Google, и не нашел вообще воплощения вот такого рода сочетания, хотя это очень простое сочетание продуктов, в виде салата. Поэтому сегодня вы узнаете что-то поистине уникальное и новое. И третье, салат максимально и вкусный, и красивый, и можно и подать красиво его на ужин, и при этом достаточно сытный, чтобы накормить свою семью, при этом достаточно легкий для того, чтобы подать его на ужин. Вот столько уникальных моментов, и все это в одном салате. Не забывай подписываться на канал, кнопочка внизу видео, и мы начинаем. Что нам понадобится для этого салата? Смотрите, вот те овощи, которые уже совсем скоро вырастут у вас на грядке. Это две среднего размера свеклы и один крупный помидор. Свеклу я предварительно запекал. Кто не знает, как именно запекать свеклу, есть нюансы, особенность. Вот здесь будет ссылка на мое видео с холодником, и там я подробно об этом рассказываю. Нам понадобится еще, помимо этого, сметана. Чем жирнее, тем лучше. Также нам нужен сыр, брынза или фета. На ваш выбор у меня брынза. Нам понадобится только часть от этой упаковки сыра. Нам нужна зелень для украшения, собственно. Тоже вырастет у вас на грядке явно. И хлебушек, свежий хлебушек. Но это, знаете, это опционально, конечно. Мне кажется, салат с таким свежим черным хлебом, вот он будет прекрасен. Ну что, мы начинаем. Нам, по сути, понадобится всего пару минут, но есть несколько важных нюансов, поэтому смотри до конца. Ну что, ребята, мы начинаем. Наша задача, естественно, для салата все это измельчить. Тут все очень просто. Но важно. Свекла это крупные куски. Только крупные куски. В этом фишка этого салата, в принципе. То есть такие, знаете, по несколько сантиметров. Нужно, чтобы свекла чувствовалась. Когда вы свеклу запекаете, она идеальна для этого салата, потому что у нее есть особый аромат. Она мягкая, нежная, поэтому ее можно резать смело на крупные куски. И это блюдо получится прекрасным. Секрет, один из основных секретов, это в правильном запекании свеклы. Поэтому обязательно не поленитесь, посмотрите, как это делать в моем рецепте холодника. Помидор крупными кусками, режем на дольки. Теперь третий ингредиент, сыр. Нам нужно где-то половинка этой упаковки. Все. Точно так же куски, только чуть меньше. Сразу нарежем, подготовим наш укроп для украшения. Все, мы все измельчили. У нас все здесь готово. Осталось сюда добавить сметану. Сметана. Чем жирнее, посмотрите, тем прекраснее. Все, теперь мы это все перемешиваем. Сейчас, конечно же, томаты упустят свой сок. Посмотрите, как свекла сразу со сметаной играет. Какой прекрасный цвет. О, боги! Это прекрасно. Ну, конечно же, для того, чтобы добавить сюда вкуса, нам нужно это качественно посолить. У меня тут свежемолотая гималайская соль. И, конечно же, моя любимая приправа. Микс перцев. У меня 4 перца. Белый, зеленый, красный и черный. На самом деле, больше приправы никакой не нужно. Да, можете разнообразить. Вот хочется, есть дома там крем-бальзамик. Отличный вариант. Даст такой интересный привкус. Прекрасный. Но я решил не усложнять для вас в этот раз. Поэтому сделал очень простой салат, который можно там на даче просто сделать. И всех сразу удивить. Это очень необычное сочетание. Вы его только попробуете, и вас будет от него не оттащить. Все, погнали подавать. Покажу, как красиво. Пришло время подавать наш салат. Давайте мы его берем красивую тарелку. У кого на даче такая, респект. Выкладываем сюда. Здесь сметана пропиталась томатами и свеклой. У меня уже даже кот, мне кажется, хочет побыстрее попробовать. Теперь наша задача, конечно же, зелень для украшения. Посмотрите, как это уже красиво. Ну и немного перца освежить. Посмотрите, какой потрясающий салат у нас уже получился. Тот, кто любит, я специально взял вот корочку свежего хлеба. Вот так дополнить это блюдо. И мне кажется, теперь оно просто идеально. Посмотрите. Как удержаться и это не попробовать. Давайте попробуем. Корочка хлеба. Свежий хлеб. Это моя любовь. Так, надо зацепить, чтобы у нас было здесь все. Ну, будем пробовать. Ну, что я вам скажу. Это потрясающе быстро, просто. Это уникальное сочетание продуктов. Простых продуктов, но никто так не делает. Теперь у вас есть шанс сделать именно так. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Совсем скоро будут новые рецепты. Пока-пока. Пока-пока.